Итак, мы сейчас давайте посмотрим именно пока что еще, можно сказать, дневную версию вида на город со смотровой площадки 360 градусов. Пока что еще огни ночного города только-только начинают включаться, но и еще как раз не стемнело, то есть как раз видно еще все на горизонте, что да и как. Здесь, смотрите, что это за кабинка такая, а это, можно сказать, макет корзинки воздушного шара. А вот изображение воздушного шара, что-то у нас здесь, покорители воздушного пространства от Бразилии до Австралии в этой гондоле совершили свое путешествие чемпион России 2010 года, победитель Альпийского кубка 2013-2013 года и 2017 года, Денисенко Андрей Васильевич, чемпион России 2013 года, 2014 года и 2016 года и 2018 года Денисенко Артем Валерьевич. Экипаж участвовал в международных соревнованиях в России, Австралии, Японии, Бразилии, Австрии, Испании, Майорка, Германии, Франции, Арабских Эмиратов и Армении. Официальное название корзины воздушного шара гондола теплового аэростата. Кстати, пока не забыл, могу посоветовать посмотреть фильм «Аэронавты». Вот, прям, только-только его вспомнил, глядя вот на эту корзинку, как раз-таки именно как там это, были первые полеты, фильм про то, как были первые полеты на таких шариках высоко в небо. Ну и давайте сейчас-таки мы пока пройдемся по кругу, посмотрим обзор и пока еще не стемнело, посмотрим как раз-таки с разных сторон именно в светлое время суток. Ну а потом уже, конечно же, а если успею, обозреем именно ночную версию вида на город. Здесь проводятся экскурсии еще дополнительные. Сейчас давайте. А, здесь бинокль, с которого можно смотреть на город. Здесь зеркала, в которые можно себя фотографировать. И здесь обычно становится и такой вид, то, что у тебя за спиной вот такие крылья, которые нарисованы на этом стеклях. И можно сказать, типа ты стоишь с крыльями за спиной на заднем фоне неба, на такой большой высоте. Как-то так. Ну и давайте мы сейчас пройдемся дальше, посмотрим. А здесь раздают бесплатно мороженое, угощают. Здесь открыт, кстати, можно сказать, такой. Ну, в той стороне, кстати, музей этой марки, чистая линия. Здесь мы видим прямо за стеклом, ну, даже в живую видим. А там потом за стеклом можно посмотреть именно на сам конвейер этого самого мороженого, чистая линия. И там, по-моему, где-то был именно музей. Где там наш музей? Или он там дальше будет? В общем... А, да, точно вспомнил. Сейчас давайте мы буквально вернемся на пару шагов назад. А здесь именно музей мороженого. То есть... Ну, если хотите, можете отдельно у меня заказать. Могу вам все это позаписывать, обозреть, зачитать. Сейчас просто так снаружи пройдемся. Вот там даже написано. Музей мороженого на этой табличке. Конечно, оно... А, все видно. От света оно отзеркаливало. И здесь как раз еще показан фризер. Вот он самый. На корпусе стекло полностью прозрачное, через которое все видно. Все это строение, ну и так далее. Ну ладно, теперь давайте посмотрим с того места, на котором мы там остановились. И как раз дальше пойдем обозревать. Вот там, кстати. Сейчас покажу отсюда. А если посмотреть... По-моему, этот самый небоскреб, который мы сейчас видим у себя на экране... Он, по-моему, самый высокий здесь. То ли этот, в котором мы сейчас находимся, то ли который слева от нас. Так, а здесь угощают с шоколадками. То есть здесь угощают с шоколадками бесплатно. Там бесплатно мороженым. А здесь можно что-то еще купить дополнительно. То есть это уже дальше. Если хочется чего-то еще, помимо бесплатных угощений. Сейчас давайте мы переместимся чуть подальше. Так, здесь у нас кабинеты сороковые. Сейчас посмотрим, может... Так, ну там уже рабочие выходы. Так, здесь кабинеты сороковые. И пойдем дальше. Так, здесь... В общем, что мы здесь видим? Там еще наверху находится некий ресторан. Вон там, видите, люди ходят. Вот. Так что как-то так. А здесь можно увидеть телебашню Останкино. Вот, видали? Прямо там на горизонте видно. Стоит такая штука. Очень высокая. Вот, если я не ошибаюсь, то, по-моему, 750 метров высота именно той смотровой площадки. О, ну и здесь, конечно же, мотороллер мороженого. Который именно развозит мороженое. Так. Вон там наша Вера. Так. И здесь я в панорама 360. Ну и то же самое, фотостенка с крыльями за спиной. Здесь можно делать сувениры, получается. Вот такое. Так, здесь также можно прям под собой увидеть машинки такие, такие маленькие, как будто жучки ползают. Так, дальше мы видим кран на крыше достраивающегося небоскрёба. Здесь у нас магазин. Можно там что-то приобрести из кружек, каких-то сувениров, сувенирных. Так, это типа карты или что так? Но это понятно, что какая-то стеклянная настольная статуэтка, стеклянный настольный букет. А, сувенирные игральные карты. Ну и здесь дальше блокнотики, чашки и так далее. И здесь тоже всякие штукенции. Штукенции, штукенции. Так, и давайте посмотрим. Под нами, кстати, мы видим такой достаточно зелёный жилой квартал. Прямо очень зелёный. Прикольно. Шикарно. Так, сейчас посмотрим дальше на... Вот именно эту сторону. Вот та самая спиралька. Только именно здесь как раз-таки можно посмотреть на неё сверху. И увидеть вертолётную площадку на крыше. Сейчас давайте приближу. Вот такая площадка вертолётная. Так, и здесь у нас строятся... Самые большие электронные часы. Скоро, говорят, они заработают. Так, кстати, вот это, то, что медная штука. Ну, типа медный цвет, медные стёкла. Это на самом деле такое покрытие на стёклах, которое предотвращает вред от солнечных лучей, именно которые за стеклом. Ну, то есть, если кто не знает, солнечные лучи, которые падают на кожу, они полезные. Они очень жёстко оздоравливают организм. Но если лучи за стеклом проходят, то определённые те, которые непосредственно на поверхности кожи действуют, именно обжигают кожу, они не проходят за... Именно через стекло. А через стекло именно проходят те лучи, которые попадают именно под кожу. И почему именно плохо как раз-таки солнечные лучи, которые через стекло на тебя светят? То, что организм не замечает, то, что на него действует солнце. И получается так, что никак не встречает ответную реакцию, в общем, там, выделение подкожной клетчатки, ну и так далее, ну и так далее. То есть, никак не защищается. И поэтому, в общем, это не совсем хорошо. Это если совсем так уж простыми словами поверхностно. Так что вот здесь придумали такие какие-то покрытия, которые непосредственно это предотвращают. Ну, в общем, то есть, по рассказам, как я понял, не знаю, как там всё на самом деле. Вот там, смотрите, по Москве-реке плывёт катер, а за ним корабль. Отсюда прям всё-таки мелким, кажется. Хотя там именно полноценный катер. Вот, как раз ещё вот эти можно тебя обсыпать. Так, и... Ага. Так, ну и здесь, значит... На арене всё те же. Как, как? Я говорю, на арене всё те же. Ну да, ну да, конечно. Старая гвардия никуда не делась. Мы бессмертные. Давай. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...